Вольф Мессинг – легендарный ясновидец, предсказатель и медиум, который видел то, что для других оставалось скрытым. Он знал дату своей смерти, общался с умершими и предупреждал своих учеников об опасностях контакта с миром мертвых. Почему же человек, обладавший уникальными способностями, предостерегал от общения с душами ушедших? В этом видео мы расскажем о тайнах, которые Мессинг унес с собой, его пророчествах и мистических контактах, записанных в личном дневнике. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что ждет нас за гранью этого мира. Пока я жив, я буду помогать тебе, чтобы ты мог развить свои способности. Но когда я умру, забудь обо мне и не предпринимай никаких попыток найти меня в чужом для тебя мире. Об этом однажды предостерег одного из своих учеников Вольф Мессинг, который стал заметным благодаря способности читать мысли людей и видеть их судьбы. Иногда во время выступлений зрители интересовались у предсказателя, существует ли душа и что ждет человека после смерти. На подобные вопросы Мессинг отвечал сдержанно и осторожно. А тем, кто просил его связаться с обитателями иного мира, он говорил, «Я не общаюсь с умершими». Но в последние годы жизни во время своих выступлений ясновидец делал исключение и в редких случаях передавал послания с другой стороны. Помимо этого, Мессинг говорил, что он начал слышать голоса, которые, по его мнению, принадлежали умершим. Некоторый из этих случаев предсказатель описал в личном дневнике. Он видел то, чего нельзя было потрогать. Одни зрители приходили на выступления Вольфа Мессинга, чтобы восхититься его необычными способностями, а другие покупали билет, чтобы получить подтверждение этим способностям. А как можно было в них убедиться? Только задать вопрос из своей жизни. Так однажды и поступил один из зрителей Вольфа Мессинга. Он спросил у артиста, где сейчас находятся мои родители. После недолгой паузы ясновидец ответил, что мать этого зрителя находится с ним в одном зале. Мессинг назвал место и ряд, в котором сидела эта женщина, а потом добавил, «А ваш отец погиб на войне». Зритель смотрел на артиста пораженным взглядом и кивал головой, подтверждая, что все сказанное является правдой. Вольф Мессинг редко общался со своими зрителями после выступления, но на этот раз он попросил свою помощницу найти этого зрителя. Мессинг хотел ему что-то сообщить. Ясновидец рассказал этому человеку, что голос его погибшего отца не дает ему покоя. Умерший настойчиво просил Мессинга указать сыну, где его похоронили. Ясновидец назвал деревню, в которой находилась могила погибшего. Ранее Мессинг никогда не слышал названия этой деревни и никогда в ней не был. В скором времени сын погибшего отправился туда. Местный житель отвел его к братской могиле, которая находилась недалеко от деревни. На плите с именами мужчина нашел фамилию своего отца. Известно также, что Вольф Мессинг с точностью до дня и часа мог предсказать смерть человека. Он знал дату своей смерти и дату смерти своей жены. По словам Ясновидца, эта информация приходила к нему из того пространства или той реальности, которая остается невидимой для других. Он говорил, я просто концентрирую свое внимание на вопросе и просто вижу ответ на него. Иногда, в шутку, Мессинг называл себя зрячим человеком, живущим среди слепых, потому что он видел то, чего нельзя было потрогать руками. Однажды летним вечером 1960 года Вольф Мессинг у себя на кухне спорил с лечащим врачом своей жены, у которой был рак. Говорили шепотом, чтобы не потревожить сон больной. «Как лучший онколог нашей страны, я тебе заявляю, что с такой опухолью можно прожить не меньше десяти лет», – шептал Мессингу доктор. Ясновидец качал головой и, глядя на доктора своими черными глазами, говорил. «Ты, наверное, забыл, кто я такой. Я сам Мессинг. Меня нельзя обвести вокруг пальца. Я знаю, что моя Аида скоро покинет меня. Это случится 2 августа в 6 часов вечера». В тот день Мессинг не выходил из дома. Его жена была здесь. Она не хотела умирать в больнице. Взгляд Мессинга часто останавливался на отрывном календаре, который висел на стене. Глядя на дату 2 августа, ясновидец опускал голову и вытирал слезы платком. Около 6 часов вечера он подошел к кровати, в которой умирала его жена. Аида не дышала, а ее глаза неподвижно смотрели в потолок. Мессинг подошел к кровати, упал на колени и долго смотрел на лицо своей жены. Потом он закрыл ее черные глаза. И хоть Вольф Мессинг называл смерть всего лишь переходом в другой мир, он тяжело переживал утрату своей жены и продолжал скорбеть о ней до конца своей жизни. Если ты пересечешь эту грань, ты навсегда исчезнешь. Оттуда нет возврата. Но вернемся к предупреждению, которое Вольф Мессинг дал своему ученику. Ясновидец был убежден, что мир, где живут умершие, существует. Но искать общение с ним опасно. Мессинг говорил своему ученику. «Никогда, запомни, никогда не общайся с миром мертвых. Если ты пересечешь эту грань, ты навсегда исчезнешь из этого мира. Оттуда нет возврата». Все же в конце жизни Вольф Мессинг начал слышать какие-то голоса. Он говорил, что они принадлежат умершим, хотя и не был уверен в этом до конца. Известно, что Мессинг знал дату и время своей смерти. Он называл ее неоднократно. Когда до назначенного дня оставались считанные недели, врачи стали настаивать на том, что Вольфу Мессингу нужна операция. У него определили заболевание сосудов. Вольф Мессинг был против операции, но под натиском врачей согласился. Это была последняя ночь Мессинга в его квартире. Он провел ее в одиночестве. Мессинг отверг все предложения друзей, которые хотели приехать и поддержать его в эту ночь. Он говорил, что должен остаться один, ведь ему предстоит важный разговор. С кем именно должен состояться этот разговор, Мессинг не уточнял. В эту ночь он не спал. Бродя из комнаты в комнату, Мессинг мысленно говорил со своими умершими родителями и вспоминал свою жизнь. Потом он подошел к открытому окну и устремил свой взгляд вверх. В этот момент, как описал его сам Мессинг, он почувствовал легкое прикосновение к своей голове. Оно было похоже на прикосновение матери. Вместе с тем, Мессинг услышал чей-то нежный голос. «Вот и все, мой милый Мессинг. Ты все знаешь. Я ухожу, и вместе со мной уходишь ты. Ты сделал все, что мог, и мы горды за тебя». На следующий день Мессинг был уже в больнице. К нему приходили его знакомые и не узнавали прежнего Мессинга. Его взгляд был потухшим, и мысли его были унылые. Мессинг говорил, что его жизни приходит конец. Больного пытались приободрить, напоминая, что его операция совсем не опасна. Эти слова не утешали Вольфа Мессинга. В ответ он говорил, «Она сама мне сказала, что скоро все будет кончено». «Да кто она?» – спрашивали у Мессинга. «Нет, никому не веданно, с кем я говорю по ночам. Кто помогает мне и придает силы?» При последних словах взгляд ясновидца озарялся каким-то неземным светом. Операция прошла успешно. Казалось, что прогнозы Мессинга относительно его смерти не сбудутся. Но вскоре у больного отказали почки. Лежа в кровати, Мессинг написал свое последнее письмо. «Сегодня я умру. Мучиться не буду. Дождусь срока, и меня не станет». В конце письма Вольф Мессинг приветствовал свою умершую жену. К слову, о своей умершей жене Вольф Мессинг всегда говорил как о живом человеке. Знакомым он отвечал, что она не умерла, а только ушла, и что он сам тоже скоро уйдет. Читая последние записи Мессинга, может показаться, что он боялся смерти. Однако это не так. Мессинг любил жизнь. Он говорил, что это особенный опыт, который никогда больше не повторится. Потому что все, что ждет человека за гранью этого мира, будет другим. Во время своих выступлений, когда кто-нибудь задавал артисту вопрос о перевоплощении душ, он отвечал, что такое происходит крайне редко. И только в том случае, когда душа не выполнила своей задачи. «Чаще всего человек покидает этот мир навсегда. И как бы ни был хорош тот мир, который ждет нас впереди, те ощущения, что мы испытали в этой жизни, мы больше не испытаем никогда. И хотя мы уходим отсюда безвозвратно, нити, которые связывают нас с живыми людьми, не рвутся», — говорил Вольф Мессинг. «Смерть предопределена судьбой, и для ее достижения есть множество средств». Пьер Эмиль Корнелье о своем общении с духовными существами. В одном из своих трудов ученый-геолог Роберт Крукал упоминает о книге, которую, по его мнению, можно назвать лучшей книгой о загробном мире. Ее автором является французский художник прошлого века Пьер Эмиль Корнелье. В этой книге Корнелье описал свои эксперименты, в которых он пытался доказать возможность общения с существами из иного мира. Во время общения с духовными существами Пьер Эмиль Корнелье получил ответы на вопросы о том, что происходит с душами, когда они, завершив телесную жизнь, просыпаются в загробном мире, как выглядят обитатели этого мира и чем они занимаются, каким образом духовные существа влияют на человека. Во время своих экспериментов Корнелье также неоднократно получал предостережение о неизбежной катастрофе, свидетелем которой позже стал сам художник. Он был не только художником. Пьер Эмиль Корнелье жил в Париже. Он был не только художником. Корнелье интересовался психическими исследованиями. В 1912 году Пьер Эмиль Корнелье понял, что одна из его натурщиц, мадам Рейн, обладает какими-то экстрасенсорными способностями. Художник предложил поучаствовать этой женщине в одном эксперименте. Во время которого мадам Рейн впала в состояние, похожее на сон. Находясь в этом состоянии, она смогла выйти из своего тела и сообщать о том, что происходило в других местах. Когда мадам Рейн находилась в состоянии такого сна, во время первых экспериментов она могла общаться с духами, которые обитали вблизи нашего мира. Но на девятом сеансе через нее стал говорить дух, называвший себя именем Веттеллини. Впоследствии мы развили с ним прочную связь. Я задавал вопросы этому духу через спящую мадам Рейн, а она передавала мне ответы. Проснувшись, Рейн заявляла, что не знает, что происходило во время сна, и утверждала, что не слышала никаких разговоров, отмечал Пьер Эмиль Корнелье. Во время этих сеансов Веттеллини сопровождал мадам Рейн по загробной жизни, давая ей представление о духовном мире и о том, как он функционирует. Пьер Эмиль Корнелье спрашивал Веттеллини и о будущих событиях, о чем пойдет речь дальше. Помимо этих разговоров были и визиты других умерших людей, убедивших Корнелье и его посетителей, что они стали свидетелями веских доказательств выживания души. Например, Корнелье мог пообщаться со своим покойным отцом, а жена художника, мадам Корнелье, получила послание от своего умершего друга. Один из духов, который заявил о себе на сеансе с мадам Рейн, назвал себя композитором Николо. Он указал даты своего рождения и смерти как 1773 и 1808. Николо рассказал, что переехал в Париж в возрасте 20 лет и пользовался там большим успехом, прежде чем умер в 42 года. Дух назвал и свое имя. Его звали Изуар. Но он не любил свое имя и предпочитал, чтобы его называли Николо. Позже Пьер Эмиль Корнелье перепроверил полученную информацию. Большинство фактов об этом композиторе совпали. А вот в дате рождения должно быть была ошибка, так как человеку с такими датами рождения и смерти было бы 35, а не 42, когда он умер. Современные источники говорят, что Николо родился в 1775 году и умер в 1818 году. Второго композитора, который появился на сеансе с мадам Рейн, звали Мегюль. В этом случае даты и другая информация оказались верны. Корнелье попытался подтвердить некоторые из наиболее неясных утверждений Мегюля и нашел доказательства, подтверждающие некоторые из них. Другой дух, неизвестный никому лично на сеансе, рассказал много подробностей о себе, включая великую тайну своей жизни. Это был дух женщины, у которой в земной жизни была связь со священником. Пьер-Эмиль Корнелье смог разыскать подругу этой женщины, которая в доверительной беседе подтвердила эту информацию. Пьер-Эмиль Корнелье. С мадам Рейн было проведено 107 сеансов с ноября 1912 года по март 1914 года. Сеансы пришлось остановить, так как здоровье мадам Рейн за эти годы пошатнулось. Помимо того, что эта женщина жила в отчаянной бедности, была совершенно необразованна, она хронически страдала лихорадкой, бронхитом, ревматизмом. Эти недуги были помехой во многих сеансах. Записи всех сеансов представлены в книге «Выживание души и ее эволюция после смерти». Заметки об экспериментах. Выпуск книги был задержан Первой мировой войной. Она была опубликована только в 1920 году. Большую часть жизни определяет судьба, над которой мы не властны. Пьер Эмиль Корнелье задавал духу Виттеллинии вопросы, ответы на которые Рейн должна была передать. Так, художник спросил, что происходит с душами людей после смерти? После перехода их встречают духи-посланники. Через некоторое время вновь прибывшая душа предстает перед собранием высших духов, которые определяют степень развития этой души. В случае низкого развития душе приходится обитать вблизи Земли. Она пересматривает свою земную жизнь, осознавая свои ошибки. Также она может развивать свою совесть, наблюдая за действиями людей в физическом мире. Души, которые находятся близко к Земле, могут развиваться или равнодушно скитаться по пространству. Те души, которые не растут духовно, через довольно длительное или короткое время, снова отправляются на Землю для нового воплощения и получения благотворного опыта. Высшие духи, достигшие высокого развития, не проходят этот путь. Однако они по своему желанию могут воплотиться на Земле, чтобы достичь определенной цели и увеличить уровень своего духовного развития. Такой ответ получил Корнилье. Во время 42-го сеанса мадам Рейн рассказала, что духи, которых она видит, различаются по цвету. Ниши духи казались ей красноватыми, более продвинутые – синими, а самые высшие из всех, по крайней мере, из известных – белыми. По словам Веттеллини, на каждом уровне развития индивидуальность души сохраняется. И чем больше развитие души, тем сильнее ее индивидуальность. На одном из сеансов Пьер Эмиль Корнилье уточнил, каковы признаки духовного развития человека. Их ни один и ни два. Во-первых, доброта и благожелательность. Под этими качествами нужно понимать снисходительность к другим, исходящую из глубокого знания человеческой души. Во-вторых, интерес к скромному, незначительному, слабому. Интерес, который обязательно сопровождается безразличием к общественному успеху, почестям и положению. И, наконец, склонность к философским размышлениям. Интерес к тайнам потустороннего и стремлении проникнуть в эти тайны, пояснил Виттеллини. И если последний пункт действительно является правдой, то это означает, что слушатели этой статьи уже духовно продвинуты. На более позднем сеансе Корнилье спросил, почему люди, которые занимали большое положение на Земле, не проявляют себя после смерти, чтобы предоставить решающее доказательство своего выживания. «Люди большой ценности на Земле, авторитеты в своих специальностях, не обязательно являются высокоразвитыми», ответил Виттеллини. Он объяснил, что некоторым из них трудно смириться с отсутствием своей значимости в духовном мире. Когда они после смерти переходят в астральный мир, они продолжают цепляться за свои старые идеи, и прогресс в развитии затрудняется. Корнилье просил Виттеллини предсказать какие-либо события из жизни. Дух с точностью предсказывал мелкие детали, такие как время незапланированной поездки, неожиданные встречи. Но его самое удивительное предсказание касалось мировой войны, которая, по словам Виттеллини, должна была скоро разразиться. Помимо этого, Виттеллини предсказывал всеобщее восстание в европейских странах, которое дестабилизирует мир и ускорит вторжение Китая в Европу. В последующем хаосе европейская цивилизация будет полностью уничтожена. Виттеллини говорил, что высокопоставленные духи пытаются сорвать эту катастрофическую цепь событий, изменив будущее так, чтобы война, хотя и катастрофическая, не означало конец цивилизации. На другом сеансе Корнелье узнал, что у каждого человека на Земле есть свой дух-наставник, который покровительствует этому человеку. Но не каждый способен сберечь это покровительство. Иногда духи-наставники отказываются от человека из-за его безнравственных действий, и последний попадает под влияние низших духов. Корнелье также было сообщено, что большую часть человеческой жизни определяет судьба, над которой мы не властны. Виттеллини пояснял, смерть предопределена судьбой, и для ее достижения есть множество средств, болезни или несчастные случаи. Вместе с тем, некоторые моменты нашей жизни можно скорректировать собственной волей. Исследователи, которые изучали работу Корнелье задавались вопросом, могла ли мадам Рейн на этих сеансах обманывать художника. В своей книге Корнелье говорит, что она делала это не ради денег, и, вероятно, сеансы пагубно влияли на ее здоровье, которое становилось все хуже. С другой стороны, если бы Корнелье решил обмануть своих читателей, это было бы для него рискованным делом и имело бы последствия для его карьеры художника. Более того, в своей книге Корнелье предполагает, что после выхода книги в свет он станет объектом для осуждений и насмешек. Но это не остановило художника. Он считал, что результаты его экспериментов важнее критики и насмешек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова